а почему дача под владимиром достаточно далеко все таки 106 километр 106 до насколько вы время тратить на дорогу если свободная дорога что бывает крайне редко потому что владимирский тракт всегда был перегружен где-то по свободной дороге полтора часа максимум получается если пробки тогда можно и шесть часов добирать полтора часа это красота это в мазаре по пробкам иногда зимой на работу потрачено это дачи с каких-то давних времен да это с 89 года советских времен фактически не даже не с 80 с 85 года какой каков генезис как происхождение откуда понимаете скажем так я я так называю моя дача это в даче которую купил мой дядя с моей тетей в 85 году что-то вот им пришло в они купили ее за скажем так они продали видеомагнитофон и купили землю до времена это возможно было то что захотелось какой-то тоже смены обстановки тогда еще не был железный занавес открыт настолько чтобы можно позволить себе ездить туда туда а сидеть в душном городе уже не хотелось и потом продовольственная проблема тогда было в то время карточки все остальное и поэтому надо было что-то делать надо было что-то выращивать а то есть это утилитарная была такая тогда да а сейчас это газонообразная территория то есть не осталось никаких садов кустов к несколько грядок с огурцами их поддерживает как раз дядя то что не я и моя мама этим занимаются нам приятно проводить там время дышать свежим воздухом грибные места там потрясающие то есть это не какой-то звездный поселок где живут там нет это под звездами это под звездами там всегда темные там так как освещение очень мало в этом районе то звезды очень хорошо просматриваются млечный путь когда высота приезжаете вас не одолевают с автографами то есть там вас не как-то не оцикруют а там там все да да приходишь там шортах и тебя воспринимают как своего человека и не связывают тебя с телевидением с кино с театром не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24